Девушки отдыхают В детстве я всегда мечтала о подруге, о сестре. Но Бог наградил меня двумя братьями. Ладно, рожу себе тогда девочку и буду счастлива. Буду с батиками, с белыми полгодками, с платьишками, с силой довольно мало. И Бог наградил меня пятью пацанами. Ну, я думала, там ему виднее. У меня, получается, трое в одну смену учатся, а один во вторую семену. Поэтому у меня, например, в течение дня всегда есть помощник, который поможет посмотреть за младшим, или там разогреет обед, или там почистит мне картошку, поможет что-нибудь приготовить. Старший сын Марк. И наша гордость, опора наша. Он профессиональный полет, побеждает. Первые, вторые, третьи места занимает. Кроме этого, занимается физикой, математикой, информатикой. И поэтому успевает и в школе учиться, и в бассейн. Герман у меня победитель по информатике. Он у нас занимается компьютерами. Это его самое главное хобби. И второе его хобби – это футбол. Он занимается в Динамо. Лев и Давид, у них разнообразные интересы. Они и картоном занимаются, и из лобзика вырезают. Это самый младший, и любимец, конечно. Потому что он – душа нашей семьи. Вкусный, вкусный. Самый вкусный у нас. Да? Самый, самый, самый сладкий. Самый вкусный, да? Да. Мама, там кто? Солнышко. Солнышко, ага. У нас есть солнышко? Сегодня солнышки нету почему-то у нас. Солнышко. Уже поедем, мама? Где солнышко поедем? Да. Поедем. Дети – это моя жизнь. Моя любовь – это смысл моей жизни. Моя внутренняя духовность, стержень, которая меня держит. Получать улыбки, наслаждение, когда они радуются, вокруг тебя бегают, о чем-то рассказывают. Иногда все сразу, одновременно бывают. А самое трудное, на пятерых делишься, да, одна, и это очень трудно бывает. Когда твой рабочий день начинается в 4 часа утра и заканчивается далеко, где-то за 11 вечера, потому что ты там что-то шьешь, какой-то костюм на завтрашний маскарад, там, да? Конечно, тяжело бывает. Физически тяжело бывает. И очень сильно выматывает это. Но все равно это груз ответственности, наверное, то, что ты на моих плечах лежишь. Так получилось, что люди, бывает, друг друга устают, наверное, скорее всего. Я не скажу, что бывшему мужу, например, там, плохой человек, или он там пил, или курил, или там, получается, нет, он не курил никогда. Все привели себе положительное, он все время работал, у него постоянно место работы было. Но в итоге у нас как-то мы перестали друг друга понимать, наверное. Перестали друг друга понимать и перестали идти в одну сторону. И мне в какой-то момент жизни стало очень тяжело. Очень тяжело от того, что идет непонимание вообще. Невозможно с человеком договориться даже по простым каким-то моментам. А так получилось, что всю жизнь совместную даже, все конкретные большие решения принимала я. И он всегда находился на второстепенных ролях, например. И решение, где будем жить. Например, в то время мы снимали квартиру, например, да, и вот поиск квартиры, переезд, там, организация всего процесса, например. Именно в каком районе мы будем брать квартиру, по какой цене, например, да, вот это все положилось на мои плечи. И я потом в какой-то момент поняла, что все, в принципе, легло на мои плечи. И, может быть, и, как бы, его помощь уже и не нужна мне, как бы, да, вот в этот момент такой настал, как бы, и мы решили, что лучше разойдемся. Конечно, для нас это тяжелый период был, какой-то стрессовый такой. Было страшно, потому что думала, что не потяну. И поэтому несколько лет я не могла принять это решение, например. И вот, ну, такое решение трудно удалось, конечно, трудно. Я думала, что останусь совершенно одна и не смогу потянуть. Многие даже осуждают, ну, зачем она рожала. Рожает для того, чтобы любить потом этих детей, чтобы они были рядом с твоим сердцем находились. И я наводящие вопросы задавала детям, спрашивала, хотите ли вы общаться с папой, например, да, и кому вы позвоните, когда с вами, ну, что-то плохое произойдет, как бы. Они сразу сказали, мама, мы тебе, конечно, будем звонить первым делом. А папа, ну, папа, он, говорит, трубку не берет, часто не поднимает, старается как-то дистанцироваться. И есть такой момент, что он даже не говорит детям, где он сейчас живет. Поэтому, скорее всего, он не хочет, чтобы они вмешивались в его личную жизнь. Ну, я родом в Зырянке, из Колымы. У нас там основная еда, конечно, это рыба. Папа мой, ветеран тыла. Дедушка ушел тогда на фронт, и он, как старший сын, обеспечивал едой и семью полностью. Шесть, восемь детей где-то было она тогда. И папа вот тяжело вспоминал вот эти годы, конечно, взаимные. Он белковал ходил, да, вот это называется охота на белок, да, белковал. И он был лидером. Самое большое количество белок он в свое время вот заготовил. И также он поздней осенью, например, чуть ли его два раза со школы не выгнали, из-за того, что он занимался заготовкой продуктов для мамы. Он охотился вот на уток, на сахатово ходил. И чтобы обеспечить как-то матерью, матерью едой, да, и остальных матчих братьев, сестер, он охотился, а потом до октября месяца. А потом в октябре уже уходил за 30 километров, сам пешком ходил до школы. Ну, такое тяжелое детство было у папы. И после этого он умудрился поступить в Благовеченский медицинский университет. Я говорю, папа, ну как ты смог, говорю, выйдя из леса, да, вот так вот поступить? Он говорит, ну мне было большое желание быть врачом. Я хотел лечить. И для меня это было, говорит, приоритетом. Я, говорит, ну, всеми силами своими старался, что знал, что я смогу. Ходил на учебу, а вечером он разгружал уголь, потому что я знал, что мне нужны деньги. И вот он ночью работал, вот этот уголь таскался, потом шел, немножко спал, и уже потом шел на учебу. И вот так у него каждый день, ну, его в молодости провел. Такие тяжелые послевоенные годы, как бы, все равно он выучился, несмотря ни на что. Мне нужен помощник. Герман. Давай, помоги мне разделать рыбу. Я давай сюда сяду. А ты будешь собирать, да, чтобы она не растаяла. Лови. Вот. Вот такой у нас способ. Некоторые другие усы, да, они, наоборот, ставят рыбу на пол, да, и укрепляют ее, и уже идет строгание от себя, как бы, да. И бывают ножи разные, например, бывает нож на простой самый, да, такой, а бывает с двумя ручками, да, и вот он, ну, как бы удобный. Ну, вот у нас вот на севере, на колуме, например, вот так вот уйдет у нас строгание рыбы. Так, 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 без косточек тебе давай. Вот такой без косточек. Да? В этом доме у меня прошло мое детство. Мой отец, вот Петр Николаевич Бушков, был первым заслуженным врачом и первым хирургом, именно профессором, который отработал 30 лет на кафедре хирургии, заведовал кафедрой. Ну, и достиг вообще вот таких высот, потому что мало кто из малочисленных может, ну, получить образование, потому что они в основном все занимаются народным промыслом, да, занимаются. А вот отец, он смог защитить и кандидатскую диссертацию, и докторскую диссертацию, и стал профессором хирургии, что является большим достижением. Я вот, например, своим отцом очень сильно горжусь. Для меня это вот пример в моей жизни, и надеюсь, кто-нибудь из моих детей все-таки пойдет по стопам своего дедушки. Моя работа заключается в том, что я снабжаю северную больницу именно медикаментами и прочими нужными инструментами. Одно время, да, мне пришлось из финансового такого положения выходить и таксовать уже вечером, да. Где-то после 5 часов вечера, когда заканчивается основная работа, выходить и ездить, работая в такси по приложению. Ну, где-то часа до 2-3 часов ночи. Так как у меня дети остаются дома с мамой, мама дома постоянно, да, как бы, и поэтому я могу позволить себе вечером выехать и поработать в такси, например. Я раньше работала до этого с АУФО, и не было возможности так вот пристально заниматься детьми, как бы, да, что вот со свободным графиком, да, я, например, даже если я встаю в 5 утра, да, то я все равно успеваю отвезти ребенка в садик, например, забрать его вовремя, там, проверить уроки у старших, например, там, по готовности, да. А потом уже уехать и сделать там свои какие-то дела по работе, а потом обратно приехать и уже, ну, успеть, как бы, да, все за один день, как бы. Дается вроде бы 24 часа в сутки, да, но мне иногда катастрофически не хватает этого времени, потому что я везде одна. Ну, мы сейчас едем к моим родственникам, мы вот им иногда помогаем, как можем. Они нам помогают. Ну, мы в основном вот после дачного сезона осенью, например, делимся с ними картошкой иногда, огурцы, помидоры, зелень. Сейчас у меня мальчики выросли, и, ну, есть возможность такая помочь именно так физически, да. Раньше, когда они маленькие были, самой приходилось все таскать, возить, ездить, таскаться, а сейчас дома 4 больших мужика и маленькие, да, поэтому я уже практически сама ничего не таскаю. В свое время они мне помогают. Многие спрашивают, вот, как ты, например, справляешься с пятью детьми, как ты вот это все возишь, как ты сама таскаешь. Ну, семья же большая, и мы друг другу выручаем, поэтому от них идет такая помощь, что, ну, есть возможность и другим людям помочь, например, в этой жизни. Не только в свою семью, да, ну, я учу, как бы, да, вот, тоже вот относиться вот к людям, так вот, как сказать, с душой, да, вот. Так. Ну, пошли, тетя Вики. Машину надо закрыть. А где малыши? Они дома остались. А, да? Тетя Вика, мы картошку привезли, нашу дачную. Дачную? Ага. Вот у меня почти никакой. Ира сама по себе очень такая коммуникальная такая, да, она со всей может сразу общий язык найти, поговорить, посмеяться, где надо, да. А мальчики, че мальчики, я вот, я не знаю, да, бедные мои мальчики. Вот как мама, я вообще очень довольна Ирой, конечно, она молодец в этом отношении. Она с детьми не как строгая мать, она может с ними поиграть, повеселиться, они на рыбалку едут, она сама их, вот, самая, какие-нибудь подвижные игры. Вот на даче у нас летом постоянно соревнования, пять мужчин кормить это тоже не слабо, наверное, да, а Ира, конечно, работает где можно. Вот так вот. В нашей семье случилась потеря, я потеряла старшего брата, его жену и племянника. И для нас это такая утрата, тяжело воспринимать это все, но пришлось это все равно пережить. Ну, думаю, жизнь продолжается и надо думать больше о живых, наверное, заботиться о тех, кто сейчас с нами рядом находит. Ну, то, что семья наша получила такой удар для нас, это очень тяжело. Думаю, мы должны быть в это время вместе. Жизнь идет. Все родственники, с кем я их общаюсь, например, да, это идет мой костяк, на которых я могу положиться. Я знаю, что они мне могут помочь в мою трудную минуту и стараюсь им помогать тоже, когда им трудно. А те, кто отвернулся, они, ну, как бы это их выбор, я ничего не могу сказать о том ситуации. Раньше были такие слова, типа, вот как нарожала, куда ты прешь, цыганкой называли меня, например, да, там были такие обидные слова, слышала. Но потом, в дальнейшем, уже когда они подросли, они такие самостоятельные стали, да, ну, да, вот это мнение какое-то меняется. И уже сейчас они, наоборот, когда мы приходим пятером, они восхищаются, о, у тебя целая армия есть своя. Ой, у тебя такая помощь, оказывается, есть. Ты вот поэтому, ну, такая, ну, можешь уделить себе время, там, следить за собой, там, ну, заниматься своим здоровьем, да. Женщины, ты знаешь, мы же любим ногти сделать себе красивые, там, купить платье, там, какое-нибудь хорошее. Если мама здоровая, то, в принципе, и дети, они тоже будут стремиться именно к здоровому образу жизни, потому что они же, например, берут с нас. А я когда прихожу и что-то новое надеваю, тут прямо все такие комплименты, мама, ты такая красивая сегодня, прям вообще. Я говорю, ну, спасибо, спасибо, спасибо. Ты что, все решила? Г-5. Браво. В мире, когда женщина управляет, да, своей жизнью и принимает, собственно, сама решение, да, мы, наверное, стали более сильными, да, женщины. Но мужская роль в этой жизни, она не последняя, да, и мальчики, да, особенно, они должны все-таки брать пример, как бы, и воспитываться как мужчины, как будущие отцы семейства, которые должны нести ответственность за свою семью. Ну, я стараюсь их брать на рыбалку, мы занимаемся с ними, ну, строительством, так можно сказать, потому что мы, там, учу их делать ремонт, вот, пользоваться электролобзиком, шуруповертом, топором, там, молотком, чтобы они умели это все делать, потому что, ну, считаю, что мальчики обязательно должны это делать. Мы, чтобы порадовать маму, конечно, делаем все обязанности, да, которые она говорит нам. Ну, чтобы, ну, если день выдался тяжелым, да, мы обязательно поможем, везде сами инициативу проявим. Ну, и, как бы, чтобы она была рада за нас, то, что мы иногда можем, там, где-нибудь, например, ужин приготовить сами, да, чтобы мама пришла, ей не надо ничего делать, она пошла отдохнула. Трудно найти такую компанию, да, в которой ты будешь общаться на равных, и у вас будут одни и те же проблемы и заботы, например, да, и вы как-то можете друг друга понимать. Для кого-то, например, нет такого, как сказать, понятия такого, нет восприятия, да, человека, когда вот у него пятеро детей, да, и там какие-то мелкие проблемы начинаются, и они не понимают это, например, они не разделяют тебя, то есть какие-то вот начинания, как бы, да. Я вообще могу тебе привыкла ездить за рулем. Сейчас мы приехали в округ, в центральный округ. Здесь проходит совет женщин в центрального округа. Это уже часть жизни, которая стала для меня такой привычной, и идти вместе с ними бок о бок, плечо к плечу, это приятно, что ты чувствуешь эту силу, чувствуешь вот это движение. Действительно, помогая людям, там, видя счастливые лица детей, счастливые лица пожилых людей, да, например, общаясь с ними, им же тоже не хватает общения в своей жизни, они накрыто сидят в их квартирах, например, да, и когда видишь их более, делаешь их более счастливыми, то там какое-то удовлетворение получается. Иришу мы знаем уже давно, она с первых дней женсовета работает в составе Совета женщин центрального округа. Уже получается 15 лет. Ее идеи, они реализуемы. Они очень добрые, они какие-то всегда позитивные, и вот, допустим, у нас часто же бывает, что кидают на WhatsApp группу, нужна помощь погорельцам, нужна помощь малоимущим, и, видимо, человек, который все так прочувствовал, перенес сам, он, видимо, острее это ощущает, потому что Ириша одна из первых кидает клич, давайте, девочки, поможем. И действительно-то, когда вот один человек начинает, оно как снежный ком уже, но все равно обрастает, и помощь у нас получается достаточно ощутимая. Я заметила, что одно из первых таких кличей у нас бросает Ириша. Моя мечта – это, наверное, видеть своих правнуков, видеть большую династию, большая семья дружная, где будут все друг другу помогать, будет взаимопонимание такое. Не стоит бояться трудностей. Конечно, проблем много бывает. Эти бессонные ночи, конечно, когда маленький малыш болеет, это такое столько переживаний, это столько стресса, там, конечно, тяжело бывает. Но когда быт налаживается, тогда и легче становится. Думаю, что именно в сплощенности самое главное в многодетной семье. Движение души какое-то, чтобы быть многодетной, ну, чтобы родить еще одно временка, любить его, воспитать его. Я, например, очень люблю детские коллективы, потому что насколько не шумно там будет, насколько там такой хаос, как говорится на первый взгляд. Когда обнимаемся, целуемся, нежимся, и столько такой вот идет заряд от них такой. Могу процитировать то, что у счастливой женщины счастливые дети, потому что если ты сама по себе несчастна и сама в себе всем отказываешь, то и дети также будут жить несчастным, и все они в себе будут во всем отказывать. Когда я буду такой старой бабушкой, тогда я буду вольная смотреть, как будет, что я не зря в жизни-то прожила, что-то добилась у своей жизни. Для меня это будет как-то показатель того, что да, я делала все в своей жизни правильно. Формула счастья. В детских улыбках счастье. Ну и меня, например, так. Улыбается, обнимаемся, тут все вместе. Ну для меня счастье. Для каждого счастье свое, но мое оно такое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok